всем привет дорогие друзья данное видео будет посвящено разборке экшен камеры gopro hero 3 плюс так как камера попала в воду вот и прежде чем подключать аккумулятор необходимо ее разобрать полностью и посмотреть если окислые на плате если не есть надо это все дело устранить ну я потом уже проверять работоспособность полную этой камеры давайте приступать разбирается она с лицевой стороны для того чтобы получить доступ к винтам необходимо снять вот эту вот переднюю накладку как правило они на защелках вот и плюс еще к тому дублируется это все двухсторонним скотчем разбирать надо предельно аккуратно дабы не повредить защелочки я использую вот такой вот медиатор и аккуратненьким аккуратнейшим образом отщелкиваю защелки по периметру единственное что двухсторонний скотч он свое дело делает и не надо спешить плавно приподнимаем накладку чтобы не было у вас повреждений пластика этой самой передней панельки накладочки я смотрю тут некоторых местах только не по всему периметру а только точечно приклеен приклеена данная накладка вот как она выглядит ну и смотрите где скотч тут полоска тут 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 и все скотча больше нету но и четыре защелки раз два три четыре так все это можно пока в сторону как и крышечку с аккумулятором дальше четыре винта которые фиксируют сам саму плату к корпусу они тут обычные крестообразные philips их надо выкрутить выкручиваем сейчас четыре винта и убираем их сторонку дальше дальше можно сейчас разъединить единственное что скорее всего здесь будет шлейф так как разъем акб находит с этой стороны поэтому лучше наверное разбирать с этой стороны и аккуратно смотреть чтобы не повредить шлейфик опять же все делается предельно аккуратно не применяя физическую силу так вот я приподнял легко это все дело приподнимается и тут расположен шлейф который подключается к кнопке и к батарейному отсеку все это дело тут на защелках отключаем и аккуратно его вынимаем возьму наверное пинцет будет удобней все отсоединили на шлейфе есть небольшие налеты начался процесс окисления но как я уже сказал необходимо мне разобрать ее всю прежде чем производить какие-то дальнейшие действия так что необходимо делать дальше дальше необходимо отсоединить шлейфа все так как повторюсь я буду разбирать полностью в ноль дабы произвести контроль и тут у нас на этой плате расположен расположен расположена матрица и и необходимо сейчас открутить опять же винты здесь все крестообразные их тут четыре штуки все откручено и теперь аккуратнейшим образом опять же все делаем предельно аккуратно снимаем плату матрицы желательно не трогать руками дабы потом не мучиться с устранением последствий вот так это все дело выглядит тоже в сторонку так дальше дальше откручиваем еще одну платку там где расположен непосредственно сам объектив опять же крестообразные винты в количестве трех штук так тут фиксатор шлейфа чтобы он не вылетал единственное что ну тут вот получается пластиковая какая-то гайка высокая возможно как распорка она здесь используется чтобы приподнять одну плату на второй и а сейчас я зафиксирую потому что она у меня прокручивается и не дает открутить винту я ее зафиксировал пинцетом плоским и теперь можно подымать платку все плату я эту снял и тоже убираю в сторону в принципе платок панели вот к этой вот лицевой там где находится дисплей кнопочка зафиксирована прикручена зафиксирована прикручена только одним винтом вот он тут расположен вот этот вот винт вот этот сейчас я его откручу и разъединю две части идет туго возможно что там на процессе на флешке есть да есть термопрокладки а спиненный какой-то термоинтерфейс вот так это выглядит ну и соответственно вот как бы вся камера у меня разобрана теперь моя задача просмотреть на наличие окислов если таковые будут все это дело устранить пропаять собрать ну и наверное давайте я сейчас выключусь просмотрю если будут какие-то нюансы то включусь уже наверное на стадии устранения покажу что куда попало вот как выглядело как выглядит после восстановления ну и соответственно как бы прокомментирую все отключаюсь временно итак друзья закончил я с контролем просмотрел я все платы что-то под микроскопом что-то просто невооруженным взглядом и хочу сказать следующее была небольшая такая патина следы окислов вот только на шлейфе которая идет вот с аккумуляторного отсека и то я бы этого кислами не назвал просто минимальное окисление ну вообще еле-еле и чуть-чуть чуть-чуть было на контактных группах вот здесь все больше нигде никакого намека на то что попадала жидкость вот к моему большому удивлению человек который пользуется этой камерой сделал то что обычно ну люди чем пренебрегают он извлек аккумулятор сразу и положил камеру получается ну на вот эти вот разъемы то бишь отсюда наверное если вот так ее положить как-нибудь то жидкость будет просто стекать через отверстие которое естественно попало но он говорил что капала капала вода он достал аккумулятор хорошенько ее вытряхнул и положил больше аккумулятора он не вставлял потом принес ко мне так вот он сделал правильный ход что извлек обесточил полностью все элементы на плате тем самым как бы снизил практически до нуля трудозатраты мои вот сейчас я просто в целях профилактики пройдусь по разъемам растворителям обезжирю все это дело и соберу камеру в обратном порядке как я ее разбирал в обратном порядке я ее соберу и тогда уже включусь и покажу вам что получилось вот что получилось в этой ситуации когда человек сразу же извлек источник питания с устройством а единственное но на что как бы на чем хочу акцентировать внимание это вспененный термоинтерфейс когда ну вы на две части разделяете то бишь плату соединяете от этой передней рамки оно получается размазывается и остается по сторонам от процессора от памяти прежде чем собирать сцентрируйте то бишь чем-то чистым чтобы не допустить попадания каких-то подсторонних предметов мусора просто в центр это все дело взвиньте как и на передней панельке так и на самой платке вот обратите внимание тут видите оно в сторону все ушло желательно конечно вернуть это все вот на законное место вот так вот и уже собирать в таком виде чтобы опять же эта пена полностью заполнила те области где она должна быть изначально ну и не забываем при сборке если попадает какой-то мусор еще какой-то бред либо же в объектив либо же на матрицу то бишь тоже это все дело устраняйте чтобы потом у вас не было на фотографиях и на видео ненужных объектов да незапланированных ну как бы собираю и тогда уже финалочку что получилось вам покажу итак друзья закончил я сборкой камеры единственное что я сделал прежде чем собирать ее я подключил к лабораторному блоку питания посмотрел нету ли потребления в выключенном состоянии на этой камере его нету поэтому я смело ее собрал так ну и конечно же я ее включил она включилась с лабораторника ну и после этого я как бы продолжил сборку теперь что касается вот аккуратности разборки и сборки таких вещей если все сделать правильно не спеша используя щадящий инструмент ну тут лучше конечно чем-то пластиковым разбирать возможно каким-то тонким пластиком гибким вот медиатором тонким пластиковым не спеша то вы получите уже при сборке камеру по которой даже не скажешь что ее разбирали она была в ремонте потому что нету ни зазоров нету ни поврежденного пластика точнее нету поврежденного пластика да все идеально все аккуратненько вот и приятно камеру теперь взять в руки то есть по ней не скажешь что она разбиралась вот что немаловажно потому что в какой-то момент вы будете допустим возможно продавать и люди будут придираться скажут что чего она разбиралась ковырялась ну это так просто как бы как совет теперь теперь остался остался финальный очень ответственный момент надо эту камеру проверить как она снимает фотографии как она снимает пишет видео тут у нас слотик под micro sd карту я ее сейчас вставлю и вставлю соответственно аккумулятор полностью заряжен практически все камера собранном виде включаем включилась и осталось только выбрать режим вот это режим фотографии сделаю сделаю тестовых фотографий и маленький кусочек видео я запишу так как самая страшная если жидкость попадает на фотоочувствительный элемент матрицы и тогда уже конечно не знаю стоимость конечно стоимость матриц на эти камеры но я думаю что по карману она может очень даже хорошо ударить все закончил я запись тестовой тестового видеоролика и сделал пару фотографий теперь моя задача посмотреть нету ли каких-то проблем с картинкой все ли хорошо давайте это наверное сделаем вместе с вами и переместимся на монитор ну проблем я не вижу единственное что возможно не хватает немного камере освещения вот ну да не суть и тогда уже конечно видео тоже пишет она без вопросов без проблем на этом я считаю что контрольные контрольные даже ремонтом это не назову контрольное техтообслуживание как бы прошло успешно ну и теперь в завершении перед тем как попрощаться с вами хочу обратить внимание ну опять же это касается людей которые просто пользуются техникой не занимаются обслуживанием ремонтом потому что люди которые этим занимаются они в принципе это обладает информацией алгоритм действий вот вам живой пример живой пример насколько беспроблемно ну бывали случаи конечно что немного приходилось повозиться но как правило в десятки раз меньше надо сделать движений вот по восстановлению если аккумулятор вот допустим попала у вас жидкость и вот только вы извлекли там допустим упала она там в воду без разницы какое устройство это будет такая камера это будет мобильный телефон ноутбук любое устройство первым делом первым делом надо извлечь аккумулятор и аккумулятор больше не вставлять потому что частенько приносили мне в ремонт и говорили вот мы аккумулятор извлекли но потом принесли в ремонт с вставленным аккумулятором смысл его извлекать если вы через часик два его опять вставите то бишь вы извлекли ну в этом случае как-нибудь так положили чтобы влага выходила и чем раньше тем лучше надо обратиться в сервисный центр занести не вставляя аккумулятор отдельно принесли вот человек выполнил все эти правила золотые правила да и ничего практически не пострадало там микрооткислы были какая-то такая ну пленка на и то на одном разъеме я ее убрал вот и все все прекрасно работает проблем никаких нету делайте вывод сами все друзья спасибо за внимание не получилось записать видео по ремонту GoPro но зато получилось записать видео по разборке с какими-то моими комментариями так что надеюсь для пользователей владельцев таких камер будет информация довольно таки полезной спасибо за внимание всего хорошего подписываемся на канал пока спасибо 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 спасибо